Реформа образования Они сегодня делают все, чтобы российское общество не имело будущего Нам нужно доступное, бесплатное, хорошее, качественное образование А не этот симулякор, который нам сегодня навязывают В мае нешуточная борьба по тому, каким образом у нас образование будет развиваться Мы хотим, чтобы оно было бесплатным, доступным, чтобы больше денег выделялось на образование Правительство, видимо, хочет как-то по-другому Ну, плюс в Москве есть свои проблемы, связанные с питанием в детских садах и школах С закрытием школ, ну, вернее, слиянием И здесь сегодня будет довольно много родителей, которые озабочены проблемами питания, проблемами слияния школ Есть студенты, у которых там тоже куча проблем Сегодня здесь проходит акция против известного уже нашумевшего закона об образовании Закона, который де-факто делает все, чтобы образование в нашей стране попросту не существовало Ведь еще до недавнего времени мы задавались себе одним единственным вопросом Как сделать так, чтобы разгрузить простого школьника, к примеру Должен ли он учиться 5 дней или 6 дней в неделю, тем самым увеличивая на один день, снижая нагрузку на каждый день Но теперь образование зашло в такой тупик, что каждый день школьник должен учиться по 6-7-8 уроков, включая даже субботу О чем это говорит? Это говорит о понижении качества образования и о том, что оно заходит в тупик Этот тупик называется система единого государственного экзамена Образование – это право людей, а не услуга, которая должна предоставляться государству Поэтому сегодняшняя акция, я думаю, по праву проходит именно под таким лозунгом Главное, что о чем молчат и чего не хотят делать власти и вузовская бюрократия, вузовская вертикаль Это перевернуть ту пирамиду в вертикаль бюрократическую, которую они выстроили Когда главной фигурой в высшем образовании стал не студент и не преподаватель А вся административная периферия должна работать на них и обслуживать них и работать ради них А все строго наоборот, как собственно и в нашей стране, в нашем государстве Бюрократия рулит, бюрократия все делает под себя и реформу выстраивает таким образом, чтобы образование сделать для себя кормушкой Сегодня совершенно очевидно, даже для тех, кто еще год назад сомневался, что это сознательный, последовательный, целенаправленный курс на разрушение системы образования По крайней мере на разрушение той системы образования, которая была создана как общедоступная, как бесплатная, как в сущности своей демократичная Это очень странно и забавно, но по-своему закономерно, что власть, которая продолжает говорить о том, что она вроде бы поддерживает демократических принципов На уровне общества, на уровне общественных интересов, на уровне повседневности уничтожает базис, основу для вообще-то существования демократии 83-й закон, закон об образовании, разрушает этот социальный институт, разрушает основы российской государственности Но по Сарану 83-й закон не пройдет